Почему нет? Вы нас слышите? Ну нет, не работает глазок-то. Они нас не видят. А, не видят. А звук-то включит? Больше, дай. Брякнула, нет? Нет. Вот, сейчас брякнула. Вот теперь она должна включить. Видеокамеру включите. Я иду. Вот они. Сюрли, лово. Сюрли, лово. Ну, вот. Оооо Я опять буду считать Так Уже люди ждут Ты там это брось Сначала в начале молитв, а потом один остается Пускай веришь там нехорошо это Кто сегодня читает? Я что я читал, что не помню что я А Роман чего не читает почему Не будет рассчитать Он сначала должен здесь Записать хотя бы Псалма 2, а потом слушать Многократно и спрашивать Чего у тебя не так? А у тебя нет движения Это нет никакого Интонация совершенно не молительная Чего? Насмешку делать какую-нибудь? Тихо Так все Боже милостив, будь мне грешному Создав имя Господи, помилуй меня Бесчислав Я согрешил Господи Прости меня грешного и помилуй Достойно И от всякого истинного Блажите тебя Богородицу Пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего Счастнейшую Херувим и славнейшую Воистину Серафим Без истлений Богослова Рожешую и сущую Богородицу Тя Величаем Слава Отцу и Силу и Святому Духу И ныне и пресно и во веки веков Аминь Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Господи Благослови Воскреса из мертвых Господи Иисусе Христе Сыне Божий Молитву ради причастия Твоей Матери Силы и честного Житворящего Христа Святых Ангелов наших Хранителей И всех ради святых Помилуй И спасти нас Яко благо и си Человека любец Аминь Боже милостив Будь мне грешному Создав имя Господи Помилуй меня Вячеславе согрешил Господи Прости меня грешным Помилуй За молитвы святых Отец наших Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй нас Аминь Слава Тебе Боже наш Слава Тебе всяческих ради Слава Тебе Боже наш Слава Тебе всяческих ради Слава Тебе Боже наш Слава Тебе всяческих ради Боже, очисти мне грешу века, не ходи же благое сотворив пред Тобою, но избави меня от лукавой, да будет во мне воля Твоя. Дань осужденный отверстие уста мои недостойно, восполю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истины, иже везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, прииди и вселися вны, и очисти мне от всяких скверных, спаси блаже души нашам. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и Сын на небесе. Госпетится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небесе и на земле хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яко же ему и оставляю должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука вагон. Ибо Твое, истарство, сила и слава во веки. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Снава Став. Благодарю Тебя, Всесвятая Троица. Кому играет Твоя благость и долготерпение, не прогнялся на меня ленивый и грешник. Погубил меня со беззаконием моими. Но человек полюбствовал, если обычно. И в ничья нележащего воздвигл меня, если твое живут. И не тесно освоите державу Твою. И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные. Отверзи мои уста. Поучайтесь со словесем Твоим. И разуметь заповеди Твоя. И творите волю Твою. И петь и Тя во исповедание сердечным. И воспевайте всесвятое имя Твоя Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присны во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу, Цареве и Богу нашему. Придите, поклонимся и преподем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Я веровал, потому говорил. Я сильно сокрушен. Я сказал во промещивости моей, всякий человек ложь. Что воздам Господу за все благодеяния у ко мне. Чашу спасения прийму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О Господи, я раб Твой. Я раб Твой и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои. Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Во дворах Дома Господня посреди Тебя Иерусалим. Аллилуйя. Хвалите Господа все народы. Прославляйте Его все племена. Ибо велика милость Его к нам. И истина Господня вовек. Аллилуйя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо век милость Его. Да скажет ныне Дом Израилев, ибо век милость Его. Да скажет ныне Дом Ааронов, ибо век милость Его. Да скажет ныне боящийся Господа, ибо век милость Его. Из тесноты возвал я к Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня, не устрашусь, что сделать мне человек. Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господнем я не зложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господнем я не зложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне. Именем Господнем я не зложил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь сила моя и песнь, Он садился в моем спасении Глаз радости и спасения в жилищах праведников Десница Господня творит силу Десница Господня высока, Десница Господня творит силу Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа Вот врата Господа, правильно войдут в них Славлю Тебя, что Ты услышал меня и садился в моем спасении Камень, который отвергли строители, садился главой угла Это от Господа и есть дивно в очах наших Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся вонной О Господи, спаси же, о Господи, спас пешествуй же Благословим грядущего имя Господне, благословляем вас из Дума Господня Бог, Господь, и осеял нас, вяжите веро имя жертву, видите к рогам жертвенька Ты, Бог мой, буду славить Тебя, Ты, Бог мой, буду превозносить Тебя Славьте Господа, ибо Он благ, и во век милость Его Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков Аминь! Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков Аминь! Много милостивый и всемилостивый Бог мой и Господь Иисус Христос По Своей много любви сошел на землю и воплотился, что успасти всех. И снова, Спаситель, спаси мне благодатью Твоею, молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то ты не будешь благодатью и даром, но более делом. И в многих щедротах и неизреченной милости, ибо ты сказал, что верующий в меня жив будет и выйдет смерть во веки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел да обменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дело правдущих меня, но эта вера да будет выше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да и от причастника славы той вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что отверг мне от Твоих руки ограды, но или хочу спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, ощерил Матери моей. Аминь. 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 Ты покровитель бедной души и тела. Прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем-то грешил прошедшую ночь, защити мне настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы у меня не принимать Бога никаким грехом и молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойной своей милости. Аминь. Аминь. Приседая Владычица, Моя Богородица, своими святыми и всесимыми молитвами отгоняясь несмиренным несчастным раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения, удалясь и скверные, лукавые и хуйные полноса закоярного сердца и помраченного ума Моего. И погаси поемы страстей, ибо я убогу несчастен. Избавь меня от многих пагомных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословят все роды, и причистое имя Твое славится во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий Владимир, Никита, Роман Надежда, ибо мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощником, молитвеньком о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обраданная Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах, и благословен плод, от чрева Твоего, яко родила Иси Христа, спаса и избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, щаснага желтворящего Христа, Господи, и слави от грешных, уповающих на Тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоей, победа на стопротивные даруя, и Твоя, сохраняя крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, и помилуй отца Мого Духовного, родители из родника, благодетели митрополита, Илариона, и епископа Евтихи, Вениамина, Гапангела, Деамида, Тихона, Антония, Священная Ирея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Абросия, Вадима, Засима, Алютия, Андрея, Максима, Владимир, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диадона, и весь священнический, и иноческий чин, и высший истинный служитель, миссионерам, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, и буддистам, и нам, да еще священника, если угодно, воле Твоей, Святой, благослови, Ахима, дам ему здравия. Смири власти воинства и гнади страх, ты на них, и через них сотвори благое церкви Твоей, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Ранзана, Петра, Александра, Дагена, и сохрани их от подкушения на них, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас ценить это мирное время. И вы все пророки предсказали, что грядут страшные, великие испытания над землю за отступищество от Тебя. Помилуй нас, Владыка, и укрепи. Слава Тебе, Господи, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобой. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы живущих там Виктора, Андрея, Игоря, 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 Серафина, Алексея, Иосифа, Романа. Причи добрых жителей, знающих тебя с детьми и сохрани школу. Всеугодно воле Твоей святой. Спасибо, помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадай, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алекину, Рашир, пределы в общем, побуди всех на благовестиях. Спасибо, помилуй, Дмитрия, Марину, Чадай, Валентину, Алексею, Валентину, Надежду, Дмитрию, 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 Олегу, Алексею, Александра, 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 Михаила, Нину, Анну, Юрию, Георгию, и всех, и за поэтушек нам молиться. Спасибо, Господи, помилуй. Возри на врагов, на хуление их, и закрой нечестивые уста, дабы не вредили делу Божию. И в судный день не помяни их безумия. Благослови благодетели наших Иргена, Евгения, Евгения, Наталья, Максима, Владимир, избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Посети болящих. Дай им силы все перенести, здравия, здоровья им, Сергея, Сергея, Алексея, Алексея, Александра, Алексея, Иргану, 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 Марию, Валентину, Валентину, Иргану, Благодарю тебя за здоровье и за болезни, за восху друзей и поношение врагов. Все это в свое время будет на пользу. Благослови нас, Владыка, предстоящих пред тобою и сохрани наши сокровища, сайты, формы, что есть для многих людей и трудящихся, Игоря и Дмитрия Виктора, Георгию, Иргану, Иргану, Сергея, Басири, болящего, и нас помилуй, милости твоей ради, аминь. И все наше родство найти, найди, Иргану, Валентина, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Иргану, Иргану, Марию, Татьяну, Аступни, Михаил, Николай, Михаил, Путешествующих, Раиса, Иргану, всех, найди, обрати, благослови, и этот день да будет прославлением твоего имени, и между нами да будет мир и любовь, и чуждо и не приблизились к всему месту, поставь твою святую охрану. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братья и наши, и шесть веры и надежды на воскресение и жизнь вечную отошедшую от жизни сей, ибо нет человека на земле, который жил бы и не согрешил. Прости им всякое согрешение вольное и невольное, благословида представленных там и проведи через измитарства Олимпиады Агафьяна. И нас помилуй, милости твоя ради, сотвори вечную память, вечный покой. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава тебе, наш Бог и Его, вам воучи. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна слава и валилуя. Слава Вышней Богу на земле мир в человеках благоволения. Благодарю тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в тебя, страх пред тобой и ожидание суда Божия. Благодарю тебя, за день, в который дал мне святую Библию, указал на толкование святых отцов. Это милость твоя и избрание, хвала тебе, и воздай вечности добром Марии. Михаил и Анна. Всех трудились, трудились на добростание моей души, слава тебе. Хвала тебе, милосердный Создатель, и даруй веру крепкую. Под безумие и неверие обрати на путь покаяния Александра, Германа, Леониду, Максима, Юрию. Благослови Господи, помилуй. Самире даруй добрую веру, чтобы она приняла тебя, как Спасителя. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими, Ангел Христов, Хранитель мой Святой. Моли Бога о мне грешен, благодарю тебя, мой Ангел, сколько лет ты хранил меня, защищал от видимых и невидимых опасностей, не покинив смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мой помытарства, введя ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Иоанн, креститель притеча Христов, моли Бога о нас, мужчина, Господи, житель в бедность, имея пропитание одеждам, быть благочестивым и довольным и каждому дару и жилье Сергея Гавриевна. Святитель Христов Никола Мерликийский чудотворец, моли Бога о нас, святые пророки, молите Бога о нас, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы не прихода твоего нашего отшествия не заставлась с неготовыми, но чтобы вышли навстречу тебе с горящими светильниками истинной веры, сосудами полными и лея добрых дел, с отделанной в духе святом с любовью, аллилуйя, молите Бога о нас, святые небесные, селы, ангелы, архангелы, хирургии, хирургии, апостолы, петры, павелы, ангелисты, матфея, Марклупа, святые мученики, дабы никто не приемл исчертания звери, святые отцы Василий Великий, Григорий, благослов, и ангелы, павел, терелы, мифоди, нахенти, Николай, Макарий, алтайский, филарет, и все переводчики священного писания, молите Бога о нас, и мученики, кремен, римский кремен, танкирский, анфимник, медийский, аллилуйя, и сохрани нас, Господи, в святой православной вере, молите Бога о нас, святые жены и девы, трех во втором ущества, фатина и самарина, вера, надежда, любовь, Матерь, София, дарует Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие, стыдливости, и сохранив от поругания, и справь не покориваясь, Галины, и семейства ее, Евгения, Надежда, Надежда, Святлана, Мария, Раиса, Валерия, Юлия, Галины, Людмилы, Иоанны, и прими нашу молитву, воздяни рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное, перед престолом благодати Твоей, и соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся на себе, на небе и на земле, Господи, услыши, исполни молитву всех, молящихся о нас, во благо нам, и прими нашу молитву, о всех заповедавших нам, молиться о них, спаси их, и помилуй, владыка неба и земли, говори, Господи, владыка, слушай ты, слыши, трап твой, да? Субтитры, да? Субтитры, да? аминь доброе утро и поменяйся с никитой быстро устанавливать и все так серёжа ты составь как тебя найти и объявление дома о молитве то никто не знает кому ты говорил остальное я добавлю что там требуется слышишь меня нет что как тебя найти объясни какое время ничего не забудь обязательно укажи по московскому времени барнаульская никто там не знает кто такой барнаул для людей барнаула так как наша потеряевка одинаково даже меньше а потеряевки больше знают как найти чтобы любой вышел на тебя заранее во сколько как не не пожалей буковок напиши подробно мне тут под skype мы скинешь нет лучше даже в моем мире и здесь ну контрольным там и здесь хорошо проверено несколько раз пересчитай сам моя уже заголовок сделаю дам и завтра у нас людей сразу будет больше потому что спрашивают как молиться а не можно показывать каждый раз а так сами люди пойдут другим рассказывать вот все у нас так мы сейчас на насчитываем новый завет поэтому свои звуки можешь отключить чтобы от вас мы еще не слышали а вы нас можете слушать мой заканчиваем послание к евреям вот так господи иисусе христе ты не божий помилуй меня грешен номер 122 мы озвучиваем новый завет толкование блаженного фифилакта с комментариями каждый том 752 страницы впервые за 2000 лет вот так в одном как бы экземпляре или полное толкование с откровением доходила всегда до евреев останавливалась блаженный фифилакт но есть некоторые особенности нашего издания закладками далее вот как он выглядит здесь же дается 297 комментариев относительно всеми чтобы проповедь было всеми и 230 иллюстрации геста вода я раскрашиваю вот она как выглядит подпись у как как где какой главы что это означает лучший иллюстратор библии потому что у него перспектива отличная вот так и считает никита колесников поехали евреям 1216 чтобы не было между вами какого блудником или нечестивца который бы как исав за одну снег отказался от своего первородства толкование фифилакта блаженного не говорит того что исав был блудником но здесь остановись чтобы не было между вами какого блудника ибо хотя намекает что у них некоторые были гадкими однако не желает обличать их но притворно обнаруживать незнание чтобы исправились потом снова сказал или нечестивца как исав то есть ненасытного мирского оскорняющего и попирающего духовное ибо он отдал и притом за одну снеть данное ему от бога преимущество первородства бытие глава 25 это и есть нечестие именно пренебрежение к божественному здесь показывает им какое зло нерадивость потому что старший выпал малодушие и не устояв против желания поесть сделался младшим евреем двенадцать семнадцать ибо вы знаете что после того он желая наследовать благословение был отвержен не мог переменить мысли отца хотя и просил о том со слезами толкование отвержен был словами отца своего вот я поставил его господином что же я сделаю для тебя сын мой бытие 27 37 некоторые же объясняет был отвержен богом итак во первых отвержен был богом ибо бог был причиной того что обманутый исаак благословил иакова что что же касается отвержение последовавшего за этим когда он просил благословение то нужно думать оно было со стороны отца или в одно время и от обоих ибо ясно что и отец отвергнул его по воле божией и так не отрицает ли павел здесь покаяние ни в коем случае таким образом каком смысле говорит что покаяние место не обрите ащий со слезами поискал его во первых выражение его понимает не так что здесь нужно разуметь покаяние но благословение покаяние ибо место не обрите это в скобках ибо разве дело покаяние говорить приближаются дни плача по отце моем и я убью иакова брата моего бытие 27 41 таким образом потому не при те покаяние что искал его не так как должно было ибо если он и плакал однако не слезами покаяние но но зависти и вражды так как он не выносил и не любил превосходство над ним как и печаль кавычках кайна не было плодом покаяния но зависти и он оказался убийцей не было ну как не было когда не было не было то что-то потерял это не было глагол то было одета чуть не было каина не было плодом только что предложение считал не было не не было не было плодом покаяния но зависти и он оказался убийцей таким образом это имеет или такой смысл как я сказал или что павел весьма мудро устрашает еще не павших выражая такую мысль что при великих грехах нет места покаяния делает это он с целью страхом предохранить их от падения когда же он увидел что некоторые пали то снова увещает их не отчаиваться таких посланий галатам дети мои для которых я снова в муках рождения доколе не изобразится в вас христос галатам 4 19 итак павел не отрицать здесь покаяние но ограждают верующих от падения евреев 12 18 вы приступили не горе осязаемой и пылающей огнем ног тьме не к тьме и мраку и буре толкования показывает что если не терпят и в то же время не верят в обетование то они гораздо более виновны чем ветхозаветные и смотри как делает сравнение показав превосходство нового завета пред ветхим во многих отношениях как это уже известно выставляет теперь и ветхозаветные великие чудесные события бывшие на горе сина и второзаконие 5 22 и показывает что они ничтожны и не могут сравниться событиями нового завета ибо там говорит много образов для устрашения младенствующего того народа присоединяя также и огонь чтобы открыть карательную силу законодателя и чтобы он тотчас же явился страшным облако и мрак указывали на значение ветхого завета как тени ибо если тот завет был образом то ясно что пока не пришла истина образы были неясными почему не знали что они обозначают через них же открылась невидимое божие ибо говорит облако подножия ног его буря же побудила беспечных евреев к вниманию трубы же означали как бы присутствие царя ибо это будет и во второе пришествие христова послание к евреям 12 19 не к трубному звуку и гласу глаголов которые слышавшие просили чтобы к ним более не было продолжаемое слово толкование ибо слышали что говорит бог для того чтобы законоположение было достойным верой чтобы те подумать не подумали что это слова моисея вообще же голос божий страшен а моисея слаб поэтому они отказались слушать бога говоря моисею говорит и с нами чтобы не говорил с нами бог исход 20 19 евреям 20 20 ибо они не могли стерпеть того что заповедуемо было если зверь прикоснется горе будет побит камнями или поражен стрелою толкование то есть не могли они выносить ушами как страшно то что говорил бог и так они стали причиной появления бога во плоти чтобы сделаться доступным для них показывает превосходство нового завета и в этом ибо ветхий завет не имея ничего столь великого как новый был чем-то ужасным так что по нему нельзя было и зверю прикасаться горе исход 19 12 то есть какому нибудь из тех животных какие имелись у народа новый завет обладая всем совершенством не содержит себе страшного напротив все милостивое евреям 12 21 и столь ужасно было это видение что и моисей сказал я в страхе и трепете толкование если же великий моисей вошедший в облако так чувствовал себя то как народ евреям 12 22 но вы приступили горе сиону и как раду бога живого к небесному иерусалиму и тьмам ангелов толкование те не приблизились но стояли вдали вы же приступили не видишь ли превосходство вместо синая мы имеем мысленную гору сион и мысленный город и иерусалим то есть самое небо они пустыню как те евреям 12 23 к торжествующему собору и церкви первенцев написанных на небесах и к суде и всех богу и к духам праведников достигших совершенства толкование вместо народа у нас тьмы ангелов вместо страха радость что и обозначено словом торжествующему ибо где торжество там радость и так это торжество происходит среди ангелов первородными называют верующих посвященных богу освященных имена которых книги жизни как и господь говорил ученикам своим имена ваши написаны на небесах лука 10 20 а так как бог отец всех то все люди сыновья его первородные же из них уверовавшие достойные усыновления по преимуществу или сыновьями называются и все вообще верующие первородными же называются те которые угодили богу и которые за слово и за жизнь удостоились быть посланниками божиими здесь и устрашает их ибо он судья всех не иудеев только но и всех верующих и так бойтесь этого показывает вместе с этим это преимущество их пред ветхозаветами что те не выносили и одних слов и не решились приблизиться даже к горе вы же приступили к самому судьи то есть кресту ибо отец и не судит никого но весь суд отдал сыну я на 5 22 и к духам праведников достигших совершенства то есть душам оказавшимся славными и совершенными пред богом очевидно в силу веры как он ясно показал и вы будете с ними в соединены если будете подражать им евреям 12 24 и ходатай нового завета иисусу и крови кропления говорящие лучше нежели авелева толкование не крабу моисею но господу нашему иисусу и крови кропления то есть очищение ибо кровь христа окропившая нас очистила и осветила нас разве кровь авелева говорила да ибо сказано голос крови брата твоего вопиет ко мне ну как вопиет каким голосом каким кембром надо понимать как написано понимать то надо понимать голос брата вопиет как никак то есть требует справедливости ну маленько то грамотежку надо повышать смотреть о чем речь то идет у также нельзя упереться и всегда какая-то вера баранья какая-то все буквально понимать не святые никто так не говорят мы тоже иногда говорим так прикровенно или намеком дальше или что и выше сказано то и ныне говорит известная и воспеваемая всеми но кровь христа издает более светлый и более ясный голос вопия самым делом что она всех осветила но и иначе говорит там где не чистой мысли пробуждает и побуждает высказываться ибо сам дух одатайствует воздыханиями неизреченными римляна 8 26 а святой кирилл и иерусалимский так еще понял что кровь авеля вопияла против убийства а кровь христа ходатайствует за нас пред отцом его евреям 12 25 смотрите не отвратитесь и вы от говорящего если те не послушав глаголов шева на земле не избегли наказания то тем более не избежим мы если отвратимся от глаголящего с небес толкование не отвратитесь через неверие обетованием его и отчаяние кто же говорящий как не христос ибо если кровь его говорит то тем более он сам чего не избежали наказание погибели глаголов шим же и на земле называет моисея или бога сошедшего с неба однако говорившего на земле через моисея ибо на горе синаи он глаголов то есть беседовал рассуждал и все установил то есть христа пророчествующего с небес то есть после вознесения своего даровавшего нам закон через духа не то сказал будто один закон был тогда а ныне другой но образ законоположение имеет различие ибо тогда говоря на земле дал закон теперь же как сказано по вознес по вознесений посему он был еще более страшным но не иной был тогда и не иной ныне слушая дали его самого евреям 12 26 которого глаз тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание еще раз поколеблю не только землю но и небо толкование не видишь ли что и тогда говоривший был тот самый кто и ныне пророчествует нам с неба ибо его голос тогда во время законодательства землю колебал о двух землетрясениях мы узнаем из писания первое было при даровании закона на синае как давид говорит земля обоялась псалом 75 9 второе же при явлении во плоти христа ибо сказано стревожился весь иерусалим матьфей 2 3 и потрясутся идолы египетские вот сколько здесь слов сказано и все только понимается образно как первое было при даровании закон на синае дали говорить земля убоялась земля чё она может бояться прах пыль а я буквально понимаю это ничего ты не понимаешь во тьме находишься каждому надо слушать что бог говорит тревожился весь иерусалим ну не весь там верхушка в 3 остальные это ничего не знали весь далее потрясутся идолы никакие идолы не трясись давай говорить упали нужно придумывать дальше что буквально понимать ничего этого не было это означает страх на всех библию конечно если так понимать буквально все тогда и ничего и нету идольское такое языческое представление о боге будет что бой глаза руки сапоги далее ибо они были потрясены то есть они были лишены такого состояния чтобы обманывать питающих их и силой было не извергнута следовательно выражение еще раз указывает на третье потрясение которое случится после второго пришествия или на обновление при скончании мира когда все изменится переходя из тления об этом сказано у пророка гея 27 евреям 1227 слова еще раз означает изменение колеблемого как сотворенного чтобы прибыло непоколебимое толкование то есть изменение тленной твари которая по природе своей способна колебаться так как она сотворена то есть получила начало бытия то несомненно имеет и конец ибо все сотворенное получило начало а потому по самой природе своей имеет и конец и ангелы по природе не бесконечны бессмертие же получили по божественной благодати чтобы пребало непоколебимое то есть будущее благо ибо когда изменится все тленное тогда все назначенное праведником будет нетленным и неколебимым не подлежащим никакому колебанию или изменению евреям 1228 29 итак мы приемля царство непоколебимое будем хранить благодать которые будем служить благоугодно богу с благоговением и страхом потому что бог наш есть огонь поедающий полкование так как говорит мы удостоимся благ непреложных и непоколебимых то и получим такое царство здесь уже принимая залог его духовное благо будем хранить благодать то есть не будем скорбеть и падать духом но возблагодарим и даровавшего уже таковые и имеющего еще даровать которую то есть благодатью и будем служить примечание редактора благодарением ибо если мы благодарны тогда и служим благоугодно как бы зная какой у нас владыка ибо если мы не благодарим и за освобождение от бедствий и за притеснения то и не служим благоугодно какой-нибудь раб рабща на господина своего ибо рабще тот то никак должно служить ему разве благоугодно служит потому он и сам в другом месте говорит не рабщите 1 коринфянам 10 10 и еще все делайте без ропота филиппийца 2 14 за ропот же израильтяне умерли в пустыне не будем говорить ничего безрассудного ничего бесстыдного но пусть и внешность выражает уважение к людям и страх пред богом показав с одной стороны что ветхозаветные события внушает страх а с другой что в новом завете нет ничего такого он чтобы они не относились презрительно кротости говорит с благоговением и страхом возблагодарим бога ибо душа поддаваясь отчаянию во время бедствий теряет стыд или служение наше должно совершаться с благоговением и страхом ибо бог наш есть огонь а потому нам должно иметь страх чтобы он не погубил нас как нерадивых и равнодушных ибо говорит добудутся на израиля благоговейны это же доставляет им и утешение а именно то что мы имеем к такого бога который может истребить врагов наших евреям 13 1 2 братолюбия между вами до прибывает странолюбие не забывайте ибо через него некоторые не зная оказали гостеприимство ангелам толкование не сказал что вы приобретали брата любви и обрели брата любви и странолюбия ибо они имели их как казалось но так как находились в опасности от беспрерывных скорбей оставить заботы об этих добродетелях то говорит брата любви да прибывает на будет твердым и вы не позволяйте себе избегать его и страна любви говорив не забывайте ибо потерпев похищение имуществ они быть может вели себя скупа или ограждает их на будущее время настолько важно странолюбие принятие всех вообще и не осуждение братьев что аврааму и лоту представился случай принятию ангелов бытие глава 18 и 19 не зная то есть не знали что странники были ангелы впрочем приняли с честью это и делает их великими ибо если бы они знали в таком случае они не совершили бы ничего великого евреям 13 3 помните узников как бы и вы с ними были в узах и страждущих как и сами находитесь в теле толкование ибо тот кто связан с кем-нибудь хотя бы и желал забыть не может страждущие или в темницах или в городе или в другом каком бедствии ибо кто размышляет что о и он облечен подобным телом будет защищать их с одной стороны по сочувствии а с другой из боязни как бы и самому за свое нечеловеколюбие не пришлось подпасть подобным бедствиям боязни сложно не слышал так из-за боязни боятся 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 интересно евреям 13 4 брак у всех да будет честен и ложи непорочно блудников же и прелюбодеев судит бог толкование смотри как часто он ведет речи целомудрия выше упоминая о святости брака 12 14 говорил об этом целомудрии и опять после этого говорит о прелюбодеях и блудниках или и во всех случаях и во всякое время не в бедстве только и не в спокойное время не в это только части честен а в другой нет но всецело да будет честен здесь же посрамляются еретики клевещущие на брак ибо вот потому он и называется честным что сохраняется в целомудрии и и здесь с угрозой наказания соединяется запрещение блуда ибо судит бог то есть осудит и естественно ибо если допускается брак то блудники прелюбодеи по справедливости подвергаются наказанию евреям 13 5 имейте на раб несребролюбивый довольствуясь тем что есть ибо сам сказал не оставлю тебя и не покину толкование не сказал ничего не приобретайте но если и имеете не будьте рабами а свободно относитесь к тому что имеете так чтобы не печалиться если вы когда-либо лишитесь чего из имущества как я выше сказал расхищение имения вашего приняли с радостью 10 34 и вообще так как многие после потери имущества стараются снова приобретать его то ввиду необходимости оказывать помощь другим говорит имейте на раб несребролюбивый показывает как можно бы быть несребролюбивым а именно если мы довольствуемся тем что у нас есть если мы не стремимся к приобретению чего-нибудь сверх потребного и необходимого ибо кто стремится приобретению более чем нужно тот очевидно сребролюбив так как вероятно некоторые говорили что же если у нас нет и необходимого отвечает что этого никогда не может быть ибо бог устами исаи говорит не оставлю тебя 43 2 и конечно не лжет но так как вероятно те же самое из иудеев говорили чем настоящим мы довольствоваться будем мы разграблены у нас нет ничего не осталось говорит можно довольствоваться и тем что осталось хотя бы этого было и мало ибо бог сказал не оставлю тебя то есть я не допущу тебя до этого если быть может апостол и понимал это относительно потребного то ты понимай так что это сказано и относительно всякого дела евреям 13 6 так что мы смело говорим господь мне помощник и не убоюсь что сделает мне человек толкование так как это сказал сам бог то без сомнения верно и так снова дерзновенно скажем что хищники наших имений не стеснят нас евреям 13 7 поминайте наставника ваших которые проповедовали вам слово божие и взирая на кончину их жизни подражайте вере их толкование в этом убеждает и фессалоникийцев чтобы оказывать им наибольшую честь 1 фессалоникийцам 5 13 и как те наставники делали их участниками слово божие так и они по возможности должны оказывать им помощь в материальных нуждах относительно этого он намекает им словом поминайте или побуждает их подражанию им и взирая на кончину то есть точнее наблюдайте и как ученики живописца смотрят на оригинал таки вы всегда взирая на кончину то есть на конец их жизни на их образ жизни который имел добрый конец подражайте вере их ибо от веры чистая жизнь и если бы не верили в будущее не сомневались то не оказались бы безукоризненными поведений снова врачует малодушие их или говорит о вере в догматы и так продолжает евреям 13 8 иисус христос вчера и сегодня и вовеки тот же толкование ибо казалось некоторые искажали веру и говорили что другой придет которого евреи и до ныне ожидает и так говорит что христос тот же вчера то есть во все прошедшее время и сегодня то есть настоящее и во веки то есть будущее и бесконечные времена и другой не придет и так не заблуждайтесь или как он не оставил наставников ваших но во всем помогал им так и вам окажут помощь ибо он один и тот же евреям 13 9 учениями различными и чуждыми не увлекайтесь ибо хорошо благодать укреплять сердца они явствами от которых не получили пользы занимающиеся ими толкование различными то одними то другими и от одних и от других но чужды правому догмату ибо учение может быть различным однако не чуждым а потому и не фальшивым когда же учение различные то есть от одного одного другого иное тогда и чужды то есть чужды истины тогда и необходимо беречься ибо истина проста и имеет цель одну обрати внимание на выражение не увлекайтесь говорит как бы о тех легкомысленных кой и здесь и там легко увлекаются вот странные учения намекают на вводящих иудейскую привязанность брашном и так говорит что благодатью то есть верой нам необходимо утверждаться и вполне убеждаться что нет ничего нечистого но верующему все чисто и так потребна вера они наблюдения за яствами ибо занимающиеся яствами то есть те кои всегда следовали строгому соблюдение правила еде не приносили никакой пользы для души так как они чужды веры и рабски служат бесполезному закону и вообще говорит какую пользу они получали от наблюдения за яствами когда так были осквернены что не могли участвовать в жертвоприношениях евреям 13 10 мы имеем жертвенник от которого не имеют права питаться служащие скинии толкование сказав что нет нужды строго наблюдать за яствами чтобы не показалось что наше чуждое наблюдение достойно презрения говорит что и мы имеем наблюдение только не в отношении этих яств но к жертвеннику или бескровной жертве животворящего тела ибо невозможно первосвященникам ветхозаветного закона участвовать в этой жертве пока они служат скинии то есть образом закона приходящим подлежащим уничтожению или пока они служат этому миру так как и народ как недостойный не принимал участие в жертвоприношениях ветхозаветного закона евреям 13 11 12 так как тела животных которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам во святилище сжигается вне стана то и иисус дабы осветить людей кровью своей пострадал в неврат толкование показав что то что почитали иудеи служила прообразом нашего почитания говорит что жертвы в которых не мог участвовать народ были ничто в нашей же жертве не имеет участия и архиереи ветхозаветного закона ибо те жертвы служили прообразом этой ибо как кровь животных приносимых за грехи народа первосвященник вносил во святилище тела же сжигались вне стана так и христос пострадав за грехи мира внес во святилище свою кровь к отцу как первосвященник тело же было распято вне врат и так совершая воспоминания жертвы той наши первосвященники вносят кровь господа в наше святилище и на алтарь как на небо поэтому первосвященникам ветхозаветного закона нельзя вкушать от этого алтаря как иноплеменным и как не помышляющим о том что выше этого мира мы же не таковы евреям 13 13 и так выйдем к нему за стан нося его поругание толкование так как иисус христос пострадал вне врат то выйдем и мы к нему вне врат то есть будем вне мира нося его поругание терпя одни и те же страдания он как осужденный разбойник был распят вне не постыдимся и мы удалиться от мира и от роскоши его хотя бы и казалось это бесчестием снова убеждает их терпеть наносимые им иудеям обиды или хищения евреям 13 14 ибо мы не имеем здесь постоянного града но ищем будущего толкование доказывает необходимость выйти за врата то есть из мира ибо мы не имеем никакого участия в этом мире так как и он не будет вечно существовать и так нам должно бежать из этого мира и стремиться к будущему граду то есть к небу все слава иисусу христу это номер 123 а о Субтитры сделал DimaTorzok Господи Иисусе Христе, Сыне Божие, помилуй меня, греши. Номер 123. У нас насчитывается Новый Завет, наше второе издание, три тома. Полностью в Матфея и до откровения, полностью с откровением толкования. Такое полностью впервые вышло за 2000 лет. Первый раз, потому что всегда до евреями, евреями оканчивали. А теперь это в одном комплекте идет. Вот как выглядит. Мы насчитываем. Чтобы могли слушать люди. Говорят, мы слушать легче можем, чем считать. Ну, посмотрим, как это будет. И раскрасили Геставо Доре, лучшего иллюстратора. Это 230 его картин, гравюр и 10 из классики. И тут же даются комментарии. Это у меня что означает? Первый том, на места блаженного фефилакта, где он говорит о необходимости проповеди. Вот как выделяется жирно и даются 297 комментариев. По другим шрифтам и отчеркнута. Толкования никакого мы не даем. И так будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, проставляющих имя его. Толкование. Через него, как через первосвященника по плоти, мы возносим отцу жертву хваления, то есть Евхаристию. Ибо мы благодарим отца за то, что он даровал сына своего ради нашего освящения, это же ради немощных. Что сын имеет благодать, очевидно из того, что он имеет с отцом равную честь. Дабы все чтили сына, как чтут отца. Иоанна 5, 23. И так сама Евхаристия плоду уст, прославляющих имя его. Поэтому первосвященники ветхозаветного закона и не могут участвовать в этой жертве. Ибо те, кои совершенно не были освящены Христовой кровью, не могут благодарить за нее, потому что пребывают в том же самом неверии. Смотри же, как снова побуждает их благодарению, а не роптать и не говорить по-молодушию чего-нибудь дерзкого и наглого. Евреям 13, 16. Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Толкование. Ну, где написано о том, чтобы прятаться за стены, как уходят где-то, благотворительности, а ушел ты, какая благотворительность? Корешки питаться, и тебе кто-то принесет. И общительности нет, нельзя разговаривать, нигде нельзя. Молчание было избрано главным достоянием сви, монашества. Ну и вот домолчались, другие заговорили. Толкование. Где оправдывающиеся бедностью и потому не поддающие милостыни? Пусть послушают, что Павел убеждает беднейших, разграбленных не забывать милостыни. Ее же он называет общительностью. А по какой причине, мы часто говорили. Жертвы благодарения и благотворения, ибо ясно, что благородный, благодарный и щедр, так, как он знает, и каких удостоится благ. Евреям 13.17 Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Толкование. Речь идет о епископах. Прежде похвалив их и назвав верными и достойными подражания со стороны взирающих на них, потом продолжает. Повинуйтесь. Что же, не необходимо ли повиноваться всякому начальнику, хотя бы он был и злым? В каком ты смысле говоришь злой? Если относительно веры, то беги его, хотя бы он был ангелом с небес. Если же он злой по жизни, то повинуйся ему. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте. Матфея 23.3 Относительно же испорченных, по вере говорит, учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Итак, почему же? Потому что дурно поступающий, быть может, другим не посоветует жить дурно, ибо и сам он стыдится дурных дел. Ясно это и из того, что он всячески старается скрывать свои дела. Злой же по вере внушит в свой образ мысли и народу. Выражением «будьте покорны» он указывает на такое сильное повиновение, чтобы, если потребуется, они послужили им делом. Да слышат наставники, что как народ должен повиноваться, так и священник должен неусыпно заботиться о народе, так как ему предстоит дать отчет за грехи их. Если ты покоряешься, говорит, и угождаешь наставнику своему, то ты облегчаешь для него время заботы о тебе, так как он радуется твоему повиновению. Если же поступаешь бесстыдно, то хотя он и в таком случае будет заботиться о душе твоей, но если только ты не загладишь своего неповиновения, он будет воздыхать за тебя пред Богом, что для тебя не полезно. Бесполезно. И главное воздыхать. Ну и что воздыхать? Мне какое дело? На свое дело? Да нет, это скажется, споткнется. Настоятели, которые заботятся. Вчера выставили ролик, Смирнов Дмитрий говорит, священники должны жить скромно. Я покажу его. Какие отзывы пошли, какие ругательства, до убийства священников. Он просто открыл это все. Он то ли смеется, то ли... Ну он сказал там, видимо, правду. Я даже ролик-то не смотрел, а по отзыву определил. Ну еще не включишь, вы спите. Надо посмотреть будет, что он там говорит. И так далее. Смотри же, наставнику он не позволяет ничем иным защититься, как только воздыханием. И хотя эта незаметность вселяет в него, наставника, дух кротости, но против того неисправимого, возмущающего, грозного мстителя Бога, то есть против того грешника, который возмущает гнев Бога, примечание редактора, он, то есть Бог, возжигает страшный огонь наказания. Посему ты, неповинующийся наставнику, не должен презирать его за то, что он воздыхает, но более должен бояться того, что он предает тебя Богу. Комментарии... Богу предает, это все. Дальше. Комментарии Игнатия Лапкина. Вот какие слова говорит святитель Дмитрий Ростовский о служении пастырей. Кавычки открыты. Первому ветхозаветному архиерею Аарону Господь Бог повелел сделать святительскую ризу, на подоле которой должны были находиться золотые звонцы. Она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лицо Господне и когда он будет выходить, чтобы ему не умереть. Исход 28-35. Дивно было украшение этой ризы с позвонками, но еще более дивно то, что архиерея ожидала смерть, если бы архиерейская риза не имела позвонков, дабы слышен был сказан от него звук, чтобы ему не умереть. Мы знаем, что все ветхозаветное было прообразованием новоблагодатного, и ветхозаветное священство было прообразом нашего священства. Звонцы же, издающие звон по толкованию святого Григория Двоеслова, знаменовали голос святительского учения, означали, что архиерей, как и иерей, не должен быть немым и должен провозглашать уже не звонцами, а устами и языком, учай, вразумляй людей Божиих по увещанию апостола, проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 2 Тимофея 4.2 Твори дело благовестника. Звонцы были золотые, и из священнических уст должны исходить золотые слова о благоугождении, о святой и праведной жизни, о любви к Богу и к ближнему. Слова золотые, они оловянные, то есть полезные, а не бесполезные, честные, а не бесчестные, любовные, а не враждебные, неоскорбительные и не гнилые, не имеющие этих золотых духовных звонцов разума и книжного познания, не стяжавшие духа при мудрости и не способные к учительству, служитель Божий и пастор и душ человеческих нем, а вместе и мертв. Ибо как ветхозаветного святителя, если бы он дерзнул войти в святилище, без звонцов ожидала смерть, так и новоблагодатным архиереем и иереем, дерзающим принимать на себя со многими происками сан духовный, но не имеющим звонцов разума и при мудрости духовной. Звонцов, не то, что звенит, это понимание, он нету, ни таланта, ничего нету, стал попом. Немогущим получать Христово стадо предстоит некая особая смерть, не телесная, а духовная, ибо они почитаются Богом мертвыми, и каждому из них он говорит в апокалипсисе, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв, Откровение 3.1 Мертв пред Богом тот, кто только носит имя и сан пастыря, а обязанностей пастыря не исполняет. Обязанность же пастыря прежде всего заключается в том, чтобы получать полезно, уничтожая человеческие грехи и наставляя на путь спасения. Вот сколько много, это все комментарии дается, а что тут наше, да ничего нет, это Дмитрий Ростовский говорит, но мы встали, чтобы расширить момент научения, побудить к этому священников. Вот что говорит Бог пастырю, взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой подобно трубе и укажи народу моему на беззаконие его. Исайя 58.1 А не то, что хвалите, надо хорошее говорить, хвалите, нигде ни разу не сказано хвалите, а наоборот обречаете, увещеваете, испорченная природа, хвалите, ребенка надо хвалить, взрослым и хорошие ласковые слова, говорит, это сатана, хвостом мажет по губам. Если же ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Иезекииль 3.18 Как бы своей рукой убивает грешника тот, кто не старался увещевать его и отклонить от грехов его. Молчащий язык пастыря является как бы мечом, убивающим душу грешника. Поэтому и апостол говорит о себе «Горе мне, если не благовествую» 1 Коринфянам 9.16 «Горе молчащему пастырю, горе языку его не проповедующему Слово Божие и не учащему». Слова Божие. Так. Нехорошо архиерею не иметь в устах своих слова, называться учителем и не учить, носить на манте источники, а не источать из уст учения, именоваться пастырем, а не предлагать пажите своим овцам, носить на себе чин апостольский, а не благовествовать по-апостольски. О таких пастырях святой апостол Павел говорит «Горе мне, если не благовествую» 1 Коринфянам 9.16 «Но еще горше архиереев не имеет доброго жития, взирая на которые люди получали бы пользу, ибо если много может принести пользы учительное слово, исходящее из уст архиерейских, то еще более может принести всем пользы его добрая жизнь, так как голос дела звучит сильнее, чем голос слова. Слово слышно только предстоящим, дело же проповедуется до концов земли, пусть ты носишь на языке свое мед сладкогласие, но если имеешь в сердце желчь грехолюбия, твое слово будет недейственным, подобно грому без дождя, бывающим в облаках. Какая польза от этого облачного грома, если нет дождя, изливающегося на жаждущую землю? Какое миление душам от голоса учителя если он не помогает им делом? Говорящий доброе, а делающий злое более соблазнит, чем научит и от всякого услышит притчу. Врач, исцели самого себя! Лука 4, 23 Это слова святителя Дмитрия Ростовского. Евреям 13, 18 Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Толкование Так как некоторые клеветали на апостола, будто он учит отступление от закона, то поэтому многие из евреев враждебно относились к нему, поэтому он не обозначил имени своего в начале послания, так как они не могли даже и слышать о нем. И так, защищаясь пред ними, прежде всего просит их молиться о нем, чего бы обычно просим о друзей. Затем раскрывает их свою невинность, ибо между всеми, не только среди язычников, но и у вас, мы ничего не делали с лицемерием, совесть наша чиста, и мы знаем, что не замышляли зла против вас, не сделали ничего дурного вам, не оклеветали вас, то есть стараясь проводить жизнь осторожно и беспорочно. И то самое, что я говорю, что закон не имеет силы, это не речь врага и неприятеля, ибо я скорее ввожу исполнение закона и показываю, что тень получила конец. Итак, разве это отступление, разве я вам не благодетель, когда веду вас к совершенству, совершенно отводя от тени и младенческого настроения. Евреям 13.19 Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам толкование. Желать им так тепло и со всей заботой молиться о том, чтобы скорее возвратиться к ним, это происходило от сильной любви к ним. Вместе с тем показывает, что он полагается на совесть и потому обращается к ним. Этого он не сделал бы, если бы учувствовал в своей совести что-нибудь дурное. Евреям 13.20 Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью Завета Вечного Господа нашего Иисуса Христа толкование прежде всего попросив у них молитв и почитав их почтив их этим, потом уже и сам молится за них. Так как говорит Бог есть Бог мира, то вы не должны возмущаться против меня и при том по одному только слуху. Внедряет им учения воскрешений, пользуясь пророчеством Исаии 10 глава. А так как есть и другие пастыри, малые, то сказал великого, ибо пророки это многие учителя, христос христос наставник один для всех, то есть воздвиг его из мертвых после его смерти и после излияния его крови, так что он дал им завет не подлежащий как завет закона отмене, но вечный. Ибо и так воздвиг его из мертвых с кровью вечного завета, ибо по воскресении он даровал нам кровь свою в завете, ибо если бы он не воскрес, то кровь его не служила бы нам заветом. Евреям 13, 21 Да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли его, производя вас благоугодно ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Показывает, что они имели добрые дела, нуждались только в том, чтобы совершенствоваться в них. Об этом он и молится за них. Смотри, что мы сами сперва должны начать, а затем просить совершенства от Бога. Начать, то есть, если ты не тянешь, ничего не делаешь, а я молюсь, а ничего не делаешь, ничего нету. И только начни делать, и Бог сразу начинает помогать. Вот человек строит, даже дом где-то, ничего у него нет. Ну начни помаленьку каждый день, сегодня одно, завтра другое, и оно все растет вперед. Так и построение в душе. Ничего не делает, никуда не идет, ни на благовестие не назовешься. Сидит сам по себе, гляжу, 30-40 лет прошло, и как будто бы он сегодня только появился. У меня один там потеряет. вот вот не так говорите, а вот если бы говорили так вот, с любовью, тут тысячи людей бы были. Я говорю, ты это хорошо знаешь? Хорошо, но почему не говоришь? Давай сейчас телегу мы выкатим, посередке поставим деревню, и ты говори. На благовестие ни разу не поехал. Когда 84 человек у нас написали, как они пришли к Богу, как в общину, я сказал, и все стали дома писать. принесли, а потом тут помогала мне одна сестра, напечатали 15-16 том открытым оком. Он тоже. Напишу, дом строят, потеряю. Написал? Нет, дом построил, не написал. Я на благовестие поеду, как дом построю. Да Богу разве можно говорить? Тем более воскресенье не строишь. Поехали? Не поехал, по сегодняшний день не поехал, а все время гундит, и гундит, и гундит. Вот и все. Даже погубку почему противный дух такой. И все время недовольство, недовольство прямо непрерывное. Почему? Работы никакой над собой нету. А что можно сделать? Ничего не знаешь, только отойди. Притом говорит, я сделаю, все не будет делать. Ну, изменения уже есть. Благословен Господь. Даже в этом году и помогал нам немного. Во славу Божию. Дальше. Кто усовершенствовался во всяком добром деле, тот и творит волю Божию, а не тот, кто наполовину делает добро. Наполовину. Следовательно, когда мы делаем добро, то это совершает в нас Бог через Иисуса Христа, то есть являющегося в качестве ходатая и совершителя. Ибо если Он совершил наше спасение в начале, то что удивительного и в том, если Он и при усовершенствовании в добродетелях является посредником и исполняет в нас волю Отца, сам укрепляя нас и вдыхая в нас силы к совершению добрых дел. К слову же благоугодны Он прибавил Ему, ибо мы тогда действительно благоугождаем, когда оказываемся добрыми пред Богом, а не тогда, когда перед людьми. И Давид говорит по чистоте рук моих предачами его Псалом 17-25 И Исаия удалите злые деяния ваши от отчей моих 1-16 Евреям 13-22 Прошу вас братья примите сие слово увещание Я же немного и написал вам не видишь ли предлагает им то чего никому не предложил не говорит же убеждение но увещание то есть поощряя ободрение терпению так как он речь свою обращал к подвергшемуся гнению несмотря на то что он так много сказал он все таки говорит немного конечно сравнительно с тем что он желал сказать как бы так говорит им здесь хотя вы и малодушны поддержите меня ибо не должен кто-нибудь отказаться ввиду того что много сказано хотя как мы и видим это и бывает среди малодушных ибо они не выносят длинной речи евреям 13-23 знайте что брат наш Тимофей освобожден и я вместе с ним если он скоро придет увижу вас толкование Тимофея они не особенно враждебно относились поэтому он поставил его на первом месте откуда же он был освобожден или был в темнице или был освобожден или отпущен был из Афин так как он там был филипийц 2 19 и этого достаточно для того чтобы убедить их оставить вражду к нему когда он готов прийти с учеником быть может это и случилось и он путешествовал в иудеи из Рима ибо в первый раз он был освобожден нейроном как и сказали мы в поведении к этому посланию евреям 13 24 приветствуйте всех наставников ваших и всех святых приветствует вас итальйские толкования смотри какую честь он наказывает им если даже наставников приветствуют через них ибо скорее ему надлежало написать послание наставникам и через них приветствовать управляемых ими этим он весь мам мудро вращует особенно немощных я так привязан к вам что не только я один приветствую вас но такое расположение к вам внушаю и другим так что и те несмотря на такое довлекое расстояние любят вас и потому приветствуют 13 25 благодать со всеми вами аминь толкование так как благодать нечто общее то он и спрашивает ее вообще всем и наставникам и управляемым что же такое благодать отпущение грехов очищение общение духа как как же она могла бы быть с вами если не будете пренебрегать ею и если будете проводить жизнь достойно ее ибо она пребывает с нами когда мы делаем добрые дела она же отлетает когда мы живем не по заповеди подающего нам ее но познавая благодать и то что через нее получили не будем оскорблять в своей жизни даровавшего нам столь великого блага но прославляя его добрыми делами и показывая что он не спаслал благодать эту ни на неблагородных и непризнательных овладеем ею в душах наших силой самого христа благодетеля душ наших с ним слава отцу вместе со святым духом ныне и пресно и во веки веков аминь считай дальше апокалипсис конечно толкование на апокалипсис откровение иисуса христа который дал ему бог чтобы показать рабам своим чему надлежит быть вскоре откровение 1 1 от автора когда слышатся слова апокалипсис апокалиптический то ужас ожидания чего-то жуткого и неотвратимого охватывает человека взору апостола на острове в Игейском море открывается Христом апокалипсис это откровение иисуса христа прошло 15 лет с тех пор как была написана последняя страница этого толкования безо всякой надежды на публикацию прошло время изменилось общество изменились и мы есть богословия и книги приходящие к нам из профессорских кабинетов библиотек и аудитории знаменитых школ есть богословия тех кто молится в монастырях и кельях подвизается в иноческом благочестии есть слова и речи возглашаемые воссоцветительских кафедр но есть еще один вид благословия богословия советских времен когда идеологический и не только процесс безбожия подавлял все и вся когда недоступны были библиотеки и книги академии когда далеки и нечасты были монастыри когда оторвана была от людей наша отеческая православная наука однако несмотря ни на что сохранялись тогда среди людей не только вера и благочестия но и жажда познания слова Божия и желание поделиться познанным писались их книги без какой-либо надежды что когда-то они будут наданы изданы предлагаемая книга из тех времен написал ее молодой диакон по благословению своего духовного наставника Игнатия Лапкина обратившего его в православие наставляющего его в светоотеческом разумении писания а также по благословению духовного отца своего протеерея Александра Пивоварова написал ее в Кизыле в центре Азии 1979-1982 годах в те годы она была начитана на магнитофонные ленты продолжительность звучания 24 часа и распространилась по многим городам бывшего Советского Союза эти кассеты тайно прослушивались жаждущими разумения слова Божия и изымались при обысках это будет первая публикация через 15 лет после создания если через то кому-то откроется Христос если кому-то еще более полюбится откровение того кто возлюбил нас того кто есть и был и грядет и не хочет остаться сокрытым то главное произошло об авторе родился в 1954 году из семьи немцев Минонитов православие обратился в 1977 году выпускник Томского университета где затем трудился научным сотрудником кафедры теоретической физики Сан Дьякон в рукоположном в 80 году в апрес фитера в 82 кандидат богословских наук Московской Духовной Академии ныне благочинный церквей Енисейского округа Красноярской епархии имеет пятерых детей то есть мы не будем читать занятия потерявки будем откровение снова начитывать и читай вступление на эту книгу существует много совершенно разноречивых толкований ее толкованием занимаются даже атеисты особое внимание уделяют сегодня есть сектанты различных течений строя зачастую на откровение само основание своего вероучения причина противоречивости различных толкований апокалипсиса состоит в том что человек пытается своим рассудком постичь богооткровенную истину своим рассудком и поэтому вообще она ничего нет одна насмешка получается смирения нет и ничего не будет на одном месте прокрутишься жизни ничего нету откровение было открыто в духом божиим поэтому им же только и может быть истолковано святой Ирине Леонский писал ибо где церковь там и дух божий и где дух божий там и церковь и всякая благодать а дух есть истина откровение дано церкви духом и духом же церковь дает толкование только толкование церкви может быть истинным вот так в этой работе преследовались три цели первое изложить толкование на апокалипсис святых отцов православной церкви просвещенных духом святым изложение это основывается на творениях святых папе Иерапольского 1-2 век Иустина философа 167 год Ирине Леонского 202 год Ипполита Истоимского 3-й век Мефодия Потарского 312 год Кирилла Иерусалимского 380 год Ефрема Сирина 373 год Григория Богослова 389 год Иоанна Златоуста 407 год Андрея Кисарийского 5-й век Иоанна Дамаскина 776 год это год смерти указывается всегда не год рождения и другие лучшим основанием является толкование святого Андрея архиепископа Кисарии Каппадокийской Он сравнительно кратко Оно Оно сравнительно кратко Но раскрывает самые ключевые моменты Все остальные Все остальные Толкования можно фактически рассматривать как расширение и углубление его толкования Его книга была взята за основу Из позднейших толкований использована книга священника Орлова Никита Апокалипсия Святого Набогослова Опыт Толкования Москва 904 год Мысли Святых Отцов иногда непосредственно цитируются Большей частью просто излагаются без приведения конкретных цитат Иногда излагаются и наши рассуждения которые однако не касаются ключевых моментов и являются только расшифровкой толкований отдельных текстов Большей частью назиданиями Вторая цель показать ложность некоторых толкований и учений широко распространенных в сектанстве среди баптистов минонитов пятидесятников адвентистов свидетелей и еговы В основном это их ложные учения о семи периодах истории церкви о восхищении церкви перед великой скорбью о великой блуднице под которой они дерзко понимают ту самую святую апостольскую православную церковь то римский святительский престол то экуменическое движение также учения об антикристе о тысячелетнем царстве хилиазом о страшном суде о вечных муках Третья цель изложить некоторые мысли скрывающие смысл и причины исторических событий различных религиозных и других яврений в свете откровений а также духовно-нравственные назидания помоги нам всем Бог Откровение 1.1 Откровение Иисуса Христа который дал ему Бог чтобы показать рабам своим чему надлежит быть вскоре и он показал послав он и через ангела своего рабу своему Иоанну толкование Откровение или апокалипсис это есть откровение сокрытых тайн божьих от церкви Христовой в нем вся жизнь церкви от ее создания Христом до кончины века а также жизнь будущего века Откровение это то что раньше было тайной было сокрыто от людей а теперь открыто как Откровение Иисуса Христа как все писание христоцентрично так и здесь в центре Иисус Христос но открывается он нам здесь в несколько ином плане чем Евангелие и в Деянии апостолов если там Христос прежде всего Сын Божий и Сын Человеческий Спаситель глава церкви то здесь Иисус Христос грядущий Иисус Вседрежитель Иисус Судья Отец открыл это Сыну и Сын открывает людям чтобы показать рабам своим не всему миру а только рабам своим только своей Святой Церкви Христос открывает грядущие судьбы книга повествует о надлежащем быть в будущем а поскольку многое о чем здесь говорится случилось довольно быстро то здесь сказано и о том чему надлежит быть вскоре после того как апостолу Иоанну дано было откровение кроме того пророческому взору и отдаленное предстает как близкое скоро совершающиеся да и что такое далекое по времени в сравнении с вечностью если здесь сказано что будет повествоваться о том чему надлежит быть то это не значит что будут описываться события только будущего так в откровении 1.19 сам Господь и поясняет что здесь описано что ты видел и что есть и что будет после всего это откровение посылается через ангела то есть откровение тайн в апокалипсисе в основном даются через ангела и мы увидим как Иоанна будут водить ангелы с ним беседовать как они будут показывать видение и сами же будут ему истолковать все благословен Господь так считать не будем откровения мы просто заполнили это место и дали знать чтобы за это зацепиться да я понял ну а больше нам ничего не надо так кто слушает нас или нет Сергей никого нету а ну теперь у нас будет событие дня будете слушать то можешь отключиться ну что хорошо хорошо так что же у нас повышается это надо посмотреть колоссиным 223 все сохранилось как положено теперь мы начинаем события дня итак поехали так смотри только чтобы там цифры бежали и все время старайся захватить пошли господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй меня грешно номер 430 события дня 2 корифонам 317 господь есть дух а где дух господень там свобода я не случайно это взял а упор делал на то что свободный человек что он может творить почему нет изобретения компьютерной техника все за рубежом исследования все там здесь почти ничего нету а бионика а все там здесь запрещали лженаука и все ученые уехали туда и читам дальше так надо за 15 исправить 15-ое 2-ое 2017 года это за 15 ну наверное отца Якима везли в больницу сделали ночью операцию видимо здесь может даже 431 будет если так я поставлю на всякий случай видимо такой но я там проверю его бывает так Александр Марьясов Игнатий Тихонович утро доброе всем вам батюшка что-то не ответил возможно был на процедурах будем надеяться что у него все хорошо и скоро домой спаси и сохрани всех вас Господь я показываю именно любовь заботу пасту Галина Загуляева Бог миловал ради нас грешных продлевает жизнь отцу и Акиму нужен нам батюшка лучше его нет священников о как оценивали Калашников Марк Петрович спасибо с Господи молимся с Божьей помощью все будет Александр Андрусенко Миром Игнатий Тихонович хорошо что не лопнул значит на поправку быстрее пойдет то есть аппендикс не лопнул хотя там уже было все это пошло помоги ему Господи митрополит Феофан возможно перитонит молимся Юлия Третьякова слава Богу что перитонита не было Роман Кучма помоги Господь мы мужики обращаемся к лекарям только когда уже последняя стадия молимся священникам записку написал пусть тоже молятся я не знаю дальше Алена Асай Дуганова спасибо за новости Игнатий Тихонович слава Господу что не лопнул главное чтобы хорошо вычислили Господь врачует я верю буду молиться за отца Иакима и благодарить Господа за улучшение спаси Христос Юлия Игнатий Тихонович спасибо за ответ а мы только подумали про вас и отца Иакима открываем и видим ваше сообщение слава Богу успели врачи молимся дальше храни Христос вас отца Иакима Надежду Володю Никиту Виктора и его семью Наталья Долгова это плохо только не Гатгрена а перитонит может быть помощь какая-то нужда вы скажите это батюшка как сказал я и сказал Владимир Галиндухин миром Игнатий Тихонович благодарю вас за сообщение о состоянии здоровья болящего отца Иакима на своем опыте знаю у людей увлеченных на первом месте важнее дело нежели свое здоровье и поэтому не обращаешь внимания на всякие болячки но иногда бывает и запускаешь до врачебного вмешательства но если это Богу угодно находится и лекарство помогай Господи Отцу Иакиму в скорейшем выздоровлении и спаси Христос Украина это все пишет вторая тоже Украина Александр Цихоцкий помоги Галиндухин а нет то не Украина Александр Цихоцкий помоги Господи Отцу Иакиму Юрий Соболев миром Игнатий Тихонович молюсь о батюшке да дарить ему Господь по незреченной милости своей исцелении от недуга сего почитай врача честью по надобности в нем ибо Господь создал его и от вышнего врачевания и от царя получает он дар значение врача знание врача возвысит его голову и между вельможами он будет в почете господь создал из земли врачества и благоразумный человек не будет пренебрегать ими ни от древа или вода сделай сладкое чтобы познана была сила его для того он и дал людям знания чтобы прославляли его имя он врачует человека и уничтожает болезнь его не только по болезни бог дал знания во всем что окружает людей исследует животных моря все везде и за это надо бога проставлять компьютер вот изобрет телефон приготовляющее лекарство делает из них смесь и занятие его не оканчивается и через него бывает благо на лицо земли сын мой болезни твои не будь небрежен но молись господу и он исцелит тебя оставь греховную жизнь и исправь руки твои и от всякого греха очисти сердце вознеси благоухание и исцемидала памятную жертву и сделай приношение тучное как бы уже умирающий и дай место врачу ибо его создал господь и да не удаляется он от тебя ибо он нужен в иное время и в руках их руках бывает успех иногда бывает успех ибо и они молятся господу чтобы он помог им подать больному облегчение и исцеление продолжению жизни но кто согрешает предсотворившим его да впадет руки врача ну лишний раз и не лезь Сирахов 38 1.15 Андрей недоступ болезнями господь вращует нас самое главное смиренно претерпеть и поблагодарить всевышнего вот часто задумываясь смог ли я без ропота к ротости перенести эти испытания своими силами зная точно не смог только с Богом все возможно вспоминается случай Серафима Саровского с каким терпением и упованием на милость Божией переносил болезни храни Господь прошу ваших молитв Иов 33.19 или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестоко боле во всех костях своих Псалом 89.10 дни лет наших 70 лет а при большей крепости 80 лет и самая лучшая пора их труд и болезнь ибо проходят быстро и мы летим мы говорим время летит оказывается не время а мы летим есть такой маленький ролик там минуты полторы женщина лежит дуется кто-то за руку держит из нее ребенок вылетает в форточку летит уже большенький потом парень едет на крест мужчина и показывает старик зубы там торчат и схлопнулась накладывающая пыль пошла нигде ничего нету все вот это вся наша жизнь там прям секунды даже минуты наверное нету дальше Николай Быков батюшка утро доброе это он ко мне так обращается батюшка из тех рецептов что я тебе прислал для батюшки и Акима лучше всего на мой взгляд принимать хрен он наиболее доступен и обладает сильным противовоспалительными свойствами можно и в магазине продуктовом купить уже протертый хрен у нас потеряем самое большое на Никитином огороде плантация целая природные антибиотики сохраните чтобы не потерять при лечении многих болезней необходимы антибиотики однако большинство из них дают побочные эффекты природной альтернативой химии являются натуральные антибиотики перечислим некоторые из них вот я буду сейчас продергивать а вы смотрите он дает 10 клюква дальше калина красная до сих пор просчитайте и посмотрите дальше тут на бруснику переходит но бруснику не всегда найдется дальше горчица я не знаю горчица имеет ввиду что растение горчица я не знаю какая она дальше чеснок вот как заботятся смотри сколько прислал дальше лук ну а лук мы едим редька хрен редкий говорит не слаще вот он и хрен попался я как-то накопал тут мешка два привез и грейпфрут это все идет как надо прополис но это уже шикарно вот я поставил табакокурение статья такая там который писал можно найти на нашем форуме считай дальше от на наш форум зайти встретение дальше Галина Влесько Новокузнецк мир вам и благодать Христа встретение Христова сегодня поздравляю оздравие отца и Акима усилий молитву и срочно к докторам помощь по уходу и питанию деток планирую приехать недели на две это у нас уже работники появляются поближе к 1 июня прояснится в моем графике это действие Божие спаси Христос Александр Марьясов наша действенная помощь для батюшки это молитва ко спасителю Богу нашему Иисусу Христу Боже будь милостив непонятно себе мерзость да еще и деток повлекли это уже где-то за гранью всего разумного это о чем он говорит а вот о чем говорит что сделали торт из Ленина лежащего в гробу и они его режут и едят вот посмотрите что это как это можно понимать сейчас посмотрим что-то сегодня трудно заряжается переходит вот оно смотрите в гробу лежит это видимо шоколад костюм где лесо вот детям дают они едят где-то отрезали от него видно и гроб тоже съедобный и там женщина дальше вот мужчины стоят видите какие серьезные вот фотографы видно непростые со вспышками видно может от редакции от каких даже три женщины дескать оригинальные как сделали его мощили мощили сколько лет и теперь они из него ну шоколад делают в виде башни потом режут в виде гуся бывают а те думают надо с оригинальной еще больше нету ну вот они делают это и детки едят и эти все его кушают даже в мысли никогда не придет что можно до этого дожить и вот этим заниматься это делать показали что он говорит торт ленин в гробу пишет дальше самый идиотский торт который я видел какой идиот это придумал и те родители которые позволили своим детям это есть этот ужас есть то есть едят его ленина едят вымощенно это даже нельзя придумать что делается но он не не одни их много скажем им все больше будет будут завидовать почему не он придумал моральные уроды Наталья пишет сегодня целый день бегала по делам каким-то а мысли все о книгах прямо как предвкушение чего-то таинственного и долгожданного заказала книги и уже заплатила теперь ей высылать надо сегодня отсылаем сразу Игнатий Тихоныч хотела вечером вам скинуть фото квитанции телефон разряжен вот зарядила и не могу понять мой телефон как взбесился не хочет подключаться к компьютеру я три шнура сменила он пищит как азбука морза не дает работать тут она понимает что я понимаю что книги какие и дьявол мешает везде через разных скоротов там какие-то душители найдут чтобы только мешать найти и залить грязью своей собственной блевотиной если не получится вы уж дождитесь квитанции или что банк пришлет я даже не знаю от почты то извещение должно было бы быть а от банка не знаю в общем как убедитесь что деньги дошли так и вышли эти книги все спокойной ночи с уважением Наталья вот видите сколько у нас 400 уже с лишним дней мы не пропустили ни в деревья нигде а кто это дал Колесниковы Николай Иоанна я их пытаюсь вызвать я скажу дети приехали нам поставили но мы сами не можем вы каждый день давайте что у вас делается интересно а мне говорят это не другие ваши сделали враги вызвать вас чтобы каждый день значит что вы делаете ну враги то враги но 410 дней то позади а я это все в архив складывал у меня архив уже огромнейший архив а теперь мы каждый день все таки даем им благословен Господь ну что с книгами пришел брат наш новый завет там что требует сразу приносится уже все ну теперь мы можем отойти и показать сегодня я не знаю причина какая в избе холодно было не отключилось ничего но просто никак не переключается сейчас зайду в мой мир показать нашу систему с чем это связано вот теперь на одном месте будет стоять загрузка как идет да не могу переключить загрузка стоит на месте что сказать все работают все на модеме переключал перезагрузку вот сегодня с двух часов ночи я бодрствую загрузил пока не загрузил а снял замки 5 роликов а перенести ничего не мог не могу но стоит на одном месте вот она крутит колесико почему ну дальше пошли вот а что это означает файлы для загрузки зачем это нужно мне вот это вот которая здесь есть это форум форум не открывается смотри и все работает нету но слава богу хотя бы видеоканал работает ну вот 5 мы выставили и для слова православный библейский сайт вопросы ответы мы озвучиваем сейчас идет царь по теме царя ну вот тут немножко осталось теперь мы должны тут теперь открылось что это открылось форум открылся вместо этого вот видите какая петрушка ну ничего нельзя сделать а теперь а теперь этого даже и нету куда он делся а где у меня найти его сайт где он сайт истине 1 ну слава богу нашли теперь по новой надо открывать видите сегодня сколько так что молиться надо вот контр-ла контр-ла все равно пробились да у нас конечно и сразу но опять ворд надо открыть контр-ла в на шрифт 20 поднять надо и этот мешает а туда перенесу его поехали вопрос 4079 30 открытым оком почему в начале прошлого века были революционные